2019 год для УАО РЖД начался довольно плохо. Одни за одним сходы подвижного состава дают понять, что на ЖД-транспорте пока ничего в лучшую сторону не меняется. Огромная, забюрократированная компания не способна навести порядок у себя в отрасли. Понятно, что виновных найдут и обязательно накажут, может быть даже кого-нибудь уволят. Но если ничего принципиально не менять, то будет еще хуже. Монополия планирует к 2025 году довести численность сотрудников до 709 тысяч человек, следует из июньской презентации долгосрочной программы развития. Напомним, что на сегодняшний день численность работников УАО РЖД составляет 737 тысяч сотрудников. Нетрудно догадаться, что под сокращение попадут не белые воротнички, а работники массовых профессий, непосредственно осуществляющие перевозочный процесс. Нет необходимости объяснять о важности вопроса стратегического значения железной дороги. Это и так понятно, но на сегодняшний день не осуществляется серьезных шагов для того, чтобы железную дорогу сделать действительно безопасной. Несмотря на инновации и современные технологии, используемые во всем цивилизованном мире, сегодня железная дорога тонет в бесконтрольно плодящихся нормативных документах и отчетах. Командиры среднего и высшего звена на предприятиях не заняты процессами, приносящими пользу компании, а отчетами, селекторами, совещаниями и т.д. Русский менталитет, помноженный на отсутствие запасных частей, кадровый голод и нежелание что-либо менять, может послужить плохую службу УАО РЖД. Поэтому очень надеемся на то, что руководство на самом высоком уровне понимает сложившуюся ситуацию. Ярослав Калинин. Специально льдовгудок.ком Редактор субтитров А.Семкин